всем привет продолжаем изучение sdl ну не особо как бы изучение но на знакомство с возможностями и сегодня у нас ну идем конечно же все по лази и лази вот и сегодня вот такой lesson 40 у меня это 24 урок здесь же 40 манипуляция с текстурой но здесь имеется ввиду следующая манипуляция есть возможность есть возможность взять текстуру пробежаться по ней и какие-то цвета заменить на какие-нибудь другие вот как это делается как это делается смотрите но первым делом первым делом при загрузке текстуры нам нужно указать что текстура загружается и вот вот такой вот флаг sdl текстур access streaming давайте посмотрим 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 перед этим до этого мы загружали текстуру с таким флагом то есть вызывали функцию create текстур и вот был флажок вот такой sdl текстур акция static это означало что текстура статична и что если мы даже попробуем и если у нас что-нибудь получится там ну например изменить хотя вряд ли то визуально мы это не увидим то есть она статично она загрузилась и больше трогать нельзя этот же флажочек говорит о том что мы можем нашу текстуру менять то есть менять пиксели какие-то цвета на какие-то ну в основном вот так вот такие вот изменения могут происходить это первый важный момент второй важный момент это функция sdl lock текстур и sdl unlock текстур что это такое ну с помощью этих этих функций а вот мы можем непосредственно записать ну можем непосредственно менять непосредственно пиксели даться цвета пикселей то есть sdl lock текстур говорит о том что ну то есть запрещает любые записи в какую-то область памяти до по которой расположена текстура sdl unlock текстур говорит что писать можно ну вот давайте перейдем к справочке и вот написано использовать эту функцию для блокирования текстуры вот на только запись вот соответственно если мы захотим что-нибудь изменить текстуре нам нужно ее сначала заблокировать потом поработать с памятью а вот а потом а потом вызвать функцию unlock вот когда мы делаем unlock то все изменения загружаются в видео память но если конечно же нужно вот поэтому если мы unlock не сделаем то есть вероятность того что мы не увидим никаких изменений ну и здесь давайте посмотрим что у нас тут по параметрам это текстуру которую нам надо заблокировать ну точнее изменить это непосредственно сам ректангл то есть прямоугольник то есть у нас есть текстуры мы можем не все какую-то часть заблокировать вот дальше возвращается указатель на заблокированные так сказать пиксели и мы с ними можем работать и pitch это ширина по-хорошему это ширина нашей области вот но в данном случае что у нас происходит данном случае мы как бы вот новую текстуру загрузили дальше заблокировали ее то есть ну давайте вот так вот ну ptr а вот это говорит что заблокировать всю область получили указатель непосредственно на нашу текстуру ну и ширину ширина там обычно может быть в четыре раза больше чем пиксели ну ну по-хорошему там например если ширина картинки 100 то вот здесь может быть там 400 или что такое ну потому что у нас почему так потому что у нас там 44 значения rgb и еще и прозрачность вот ну короче вот это пич вот это пич вы сейчас увидите где я использую вот а ну да вот вот увидите например увидите так вот смотрите мы заблокировали текстуру дальше мы копируем в память то есть мы получили указатель на ту область памяти и мы что мы туда получили что мы делаем мы в эту область памяти копируем 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 что мы копируем мы копируем пиксели что такое формат от сорт фейс формат от сорт фейс это мы создаем какую-то поверхность вот и у нас давайте перейдем в описание и вот у нас есть пиксель это read write что это такое на это у нас непосредственно данные о цветах вот соответственно соответственно когда мы создаем фейс ну или поверхность мы получаем указатель на созданную поверхность и исходя из этой поверхности можно создавать текстуру вот в данном случае мы просто горем ширину и высоту а теперь когда мы создали текстуру вот таким вот способом текстур access streaming теперь непосредственно туда нам нужно записать ну перенести данные что мы и делаем Мы получаем указатель на тот участок памяти, начиная с которого находятся наши данные, наша текстура. И копируем туда непосредственно все наши значения. Мы все значения скопировали. Потом говорим Unlock, что означает, что данные вот этой текстуры, то есть скопированные данные, должны быть загружены в видеопамять. Ну, если это нужно. Вот. Дальше. Дальше. Как я делаю тут манипуляции с текстурами? Первый есть вариант Pixel Color A и второй Pixel Color B. В первом варианте что я делаю? Я беру, получаю текстуру. Так, давайте. Ну, сейчас вы это все увидите. Получаю текстурку и пробегаюсь по всем пикселям. Пробегаясь по всем пикселям и беру цвет. А в данном случае, в значении, то есть, как вы видите, это массив. Массив чего? Пиксель, да? Массив у int32. У int32 это unsigned integer. Ну, 4-байтный. Вот. Так вот. Здесь 4 байта. Соответственно, в этих 4 байтах в одном значении как раз содержится значение трех цветов. RGB и α. То есть, уровень прозрачности. Так вот. В данном случае я просто беру это значение. Там может быть 15 тысяч, там сколько-то, или 138 тысяч, еще что-нибудь. Ну, какие-то такие значения. И просто разделяю на 0,01. Вот. Это первый вариант. То есть, пробегаю по всем пикселям. А вот второй вариант. Вот это вот значение, какое-то целочисленное, да, большое интежер. В нем же содержится RGB. И иногда нам нужно знать наше RGB. Так вот. Второй вариант. ChangePixelColorB. У нас так. Это что такое? Это не используется? О, хорошо. Давайте тут сразу изменю. Так вот. В этом варианте что я делаю? Я получаю, беру тот же пиксель и, но теперь мне надо оттуда извлечь значения красного, зеленого и синего. Соответственно, для этого можно воспользоваться функцией. Ну, можно и нужно использовать функцию sdl.getRGB. То есть, мы передаем непосредственно значение. Дальше. Формат. Ну, это формат пикселей. Об этом можете немного подробнее почитать. То есть, он берется у нас откуда. Мы берем пиксель, потому что разные форматы есть в режиме отрисовки. Вот. И мы берем непосредственно уже у созданного окна этот формат. Дальше его переводим. И, короче, это сейчас не суть важна. Вот. Так вот. И передаем адресочки наших переменных. Красный, зеленый и синий. Которые заполнятся непосредственно цветами. То есть, отсюда будет извлечен цвет. Вот отсюда. Вот. И мы получим read green blue. И, соответственно, вот эти каналы красный, зеленый, синий. Что я с ними делаю? Я там, например, либо умножаю на 0.9, либо умножаю на 1.1. Ну, то есть, грубо говоря, либо меньше, уменьшаю этот красный цвет, либо увеличиваю совсем немного. Дальше его нужно перевести опять в integer. Для этого используется функция sdlmapRGB. То есть, чтобы извлечь, надо sdlgetRGB. А чтобы обратную конвертацию сделать, надо sdlmapRGB. Вот. И вот так вот я делаю. Собственно говоря, тут избыточность кода. Соответственно, можно сделать вот так вот. И это тоже убрать. Вот. И теперь давайте запустим. И, соответственно, у меня по разным кнопочкам. Смотрите, нажимаю вверх. Это один способ. Нажимаю вниз. Это другой способ. То есть, я пробегаюсь по каждому пикселю. Ну, в данном случае я делю на 0.0.0.1. Сотую. Вот. Делю, делю, делю. А если сейчас кнопочку вниз нажму, то я непосредственно каждый цвет, да, там. Случайным образом у меня выбер. Ну, и все. И, короче, в результате оно доходит до черного экрана. И больше ничего с ним сделать нельзя. Так вот. Как раз с помощью вот таких вот функций, да. sdllock и sdlunlock. И непосредственно работа с памятью, непосредственно с пикселями. Как раз с помощью вот этого всего можно делать всякие хитрые там какие-то эффекты, возможно. Размытие. Ну, кстати, по поводу даже не размытия, а эффект линзы можно использовать, потому что там в эффекте линзы или эффекте, когда у нас картиночка, грубо говоря, под водой лежит, то у нас там как минимум нужно манипулировать с пикселями. И все. То есть самое главное, нужно найти, к примеру, формулу искривления солнечного света. Ну, или просто света, да. И дальше смотреть линзу или волна, к примеру, идет. И там просто мы знаем, что над нами сейчас волна. Мы берем пиксель и по формуле считаем, как он будет искажен. Да, в какой цвет или что там превратится. Вот. Ну, там не только пиксель, там еще соседние надо захватывать. Но, тем не менее. То есть волна представляется в самом простом виде, в виде там косинуса какого-то, который идет. Вот. Ну, то есть такая волна. Мы же все знаем, что такое косинус-синус. Это все равно волнообразное, да. Если график посмотреть, это такие волны. Так вот, по этой волне эту волну можно двигать и непосредственно вычислять высоту вот этой вот линии, да, волны. И сколько осталось до пикселя. И по определенной формуле считать искривление цвета. И дальше производить изменения. Вот, соответственно, с помощью вот этих вот функций вы можете производить эти манипуляции. И создавать всякие эффекты, красивые эффекты. Искажения картиночек и т.д. и т.п. Ну, думаю, все. Как бы больше здесь ничего нового не было добавлено. Вот, и, 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 что у нас там осталось? Скорее всего еще вот Bitmap Fonts. Возможно, возможно, возможно еще вот это. И думаю, все. Все остальное здесь не важно. Это я делать не буду по мобильным, потому что нет времени, нет возможности. Ну, я не... А, ну, может быть еще какой-нибудь Hello World с OpenGL 2. Вот, а все остальное здесь не имеет смысла разжевывать. Ну, не имеет смысла полностью копировать то, что здесь показано. Тем более вот эти вещи. Я об этих вещах уже говорил. В 11 стандарте давно уже появилась многопоточность. И лучше работать с средствами C++. Вот, ну, теперь точно все. Все, архив вот этот вот с 24 уроком будет прикреплен. Вот, поэтому все. Подписывайтесь на канал на YouTube. Ставьте лайки, комментируйте и все такое. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok